Всем привет! Меня зовут Игнат Шипица и год назад мне надоело, что на русскоязычном ютубе нельзя посмотреть ничего интересного о международных отношениях. Именно поэтому сейчас у вас есть возможность смотреть канал Дипломат. Конечно многие из вас подписались не для того, чтобы смотреть на меня, но прошу простить, так как если мы будем использовать такой формат для выпусков, то они будут выходить гораздо чаще. Я не люблю блогеров, которые в начале своих видеороликов начинают говорить много о том, что вообще не относятся к теме видеоролика, и поэтому я предлагаю перейти к южноафриканскому НАТО. Южноафриканская НАТО в данном случае это не кликбейт. Мы будем говорить об организации, которая называется Сообщество развития Юга Африки. Она была создана в 1980 году и в нее на данный момент входят 16 государств. Вот список этих самых государств. Географически они располагаются вот здесь, чтобы вам было понятнее. Высшим органом данной организации является саммит глав государств и правительств, который собирается раз в год. Основным принципом принцип коллективной самообороны. Он означает, что если на страну члена организации кто-то нападет, то все остальные страны-члены должны принять коллективные действия для того, чтобы защитить друг друга. Однако не все так просто. Перед тем, как оказать коллективную помощь, эта помощь должна быть утверждена саммитом, а любая страна из этой организации может сама выбрать, какую конкретно помощь она окажет. То есть, по сути, помощь может быть и моральная. Просто поддержать страну, на которую напали, пожелав ей всего хорошего. Также стоит отметить один важный момент. Сообщество развития Юга Африки может оказать помощь пострадавшему государству без его согласия. Но для этого нужно, чтобы эту самую помощь утвердил высший орган. Военная интеграция в данной организации осуществляется двумя органами. Это Директорат по вопросам обороны, политики и безопасности, а также Резервная военная бригада. Оба этих органа подчиняются саммиту глав государств и правительств. Директорат отвечает за материально-техническую подготовку будущих операций, а Резервная бригада непосредственно занимается исполнением этих операций. Но на самом деле все эти теоретические вопросы, что, как работают, не так интересны. Давайте уже посмотрим на практики, как работает южноафриканская НАТО, чего они добились, какие были успехи, какие были провалы. Королевство Лесота — это государство, которое мы можем видеть вот здесь. И именно эта страна стала полигоном для испытания эффективности сообщества развития Юга Африки. Что там случилось и зачем, в принципе, сообществу развития Юга Африки понадобилось вводить туда войска. История стара как мир. В 1998 году там начались протесты. Оппозиция обвинила правящую партию Конгресс за демократию в том, что они устроили на выборах фальсификации, после чего на улицы вышли тысячи людей. Кроме того, результат выборов очень расстроили военных, которые также подняли мятеж и взяли в плен несколько правительственных чиновников. Армия осталась без командования и страна неуклонно шла гражданской войне. Пока шли протесты, страны сообщества развития Юга Африки спонсировали переговоры между оппозицией и правительством, но они очень быстро провалились. И после этого Лисота в письменном виде попросила организацию ввести войска. Высший орган организации это дело очень быстро одобрил и началась операция по названию Балиас. По сути, ее официальная цель была прекращение насилия, установление мира и вот это вот все. Но на самом деле организация просто пыталась помочь тогдашнему правительству удержаться у власти. Со стороны организации участие в военной интервенции приняли Зимбабве, Ботсвана и Южноафриканская республика. Эти страны контролировали правительственные объекты, защищали военные, административные, какие-то технические очень важные здания, контролировали шоссейные дороги и просто охраняли еще дипломатические представительства. Нужно сказать, что действия иностранных войск имели успех. Спустя семь месяцев после начала вторжения оппозиция была разгромлена и войска покинули Лесота. И правительство продолжало там править и все у него было более-менее нормально. Но не в каждой стране, куда сообщество развития Юга Африки вторгалось, все шло как по маслу, как это произошло в Лесоте. Давайте посмотрим на деятельность организации в Демократической Республике Конго и поймем, что на самом-то деле ее эффективность в некоторых моментах может вызывать некоторые вопросики. Сообщество развития Юга Африки проводит военные интервенции не только блоком государств, но и силами отдельных стран. Например, Демократическая Республика Конго была принята в эту организацию в 1997 году. Произошло это, кстати говоря, как раз после переворота в этой стране. И уже в 1998 году президент ДРК обратился в Сообщество развития Юга Африки, чтобы странные члены помогли ему сдержать агрессию со стороны Руанды и Уганды. Что за агрессия? Давайте разбираться. Дело в том, что в Руанде на тот момент к власти пришли представители народа Туцци, которые долгое время были жертвами геноцида со стороны народности Хуту. Хуту бежали на территорию ДРК, и поэтому очень часто армия Руанды, которой управляли Туцци, вторгались на территорию ДРК, чтобы убивать представителей народности Хуту. Пока солдаты Руанды бегали по джунглям ДРК, чтобы найти представителей народности Хуту Уганда поддерживала оппозиционную группировку освободительное движение Конго. Цель была простая. Уганда хотела, чтобы эта группировка пришла к власти, после чего ДРК можно было перевести под политический контроль Уганды и Уганда смогла выкачивать оттуда минеральные ресурсы. И вот когда президенту ДРК это уже абсолютно не понравилось и он сказал, что нужно что-то предпринять, он обратился в сообщество развития Юга Африки и получил от саммита разрешение на то, чтобы в страну вошли солдаты этой организации. В страну вошли солдаты из Намибии, Зимбабве и Анголы, а операция, которую они проводили, получила название «Суверенная легитимность». Иностранные солдаты боролись с боевиками, странами-агрессорами и посредничали на переговорах между старым президентом ДРК и новым. И благодаря их деятельности в скором времени было подписано соглашение о прекращении огня и иностранные солдаты были выведены с территории Демократической Республики Конго. В 2007 году конфликт между руандийскими народностями Туци и Хуту вновь затронул Демократическую Республику Конго. Дело в том, что очень много беженцев этих народностей оказалось на территории ДРК. В 2007 году восточная провинция ДРК под названием Киву была атакована войсками генерала Нкунда. Генерал Нкунда принадлежал к народности Туци и по сути он устроил мятеж на территории ДРК против правительства ДРК, поскольку считал, что правительство ДРК потворствует народности Хуту. Президент ДРК в очередной раз обратился к сообществу развития Юга Африки, поскольку ему такой расклад абсолютно не нравился. Нужно сказать, что было принято три резолюции о гуманитарной помощи, об отправлении спецмиссии в составе разных специалистов и об усилении мер безопасности в провинции. Военная миссия не была отправлена, поскольку с 1999 года в ДРК уже находились миротворцы ООН. Кстати, о китайских миротворцах ООН можно посмотреть наш выпуск. Вот здесь будет ссылочка. Таким образом, помощь стран сообществ в развитии Юга Африки не помогла ДРК и конфликт между двумя странами продолжался. Миротворцы ООН на территории Демократической Республики Конго со своей задачей не справились, несмотря на то, что на то время это была самая большая миссия и она получала больше всего финансирования от Организации Объединенных Наций. Из-за того, что они провалились, в 2013 году провинция оказалась под контролем боевиков и поэтому ООН нужно было что-то предпринять, чтобы эту провинцию боевиков отбить. В Организации Объединенных Наций вспомнили о том, что в 2010 году они подписали соглашение с Сообществом развития Юга Африки. Это было использовано для того, чтобы в рамках миротворческой миссии ООН в ДРК создать бригаду оперативного вмешательства, как раз из солдат Сообщества развития Юга Африки. В состав этой бригады вошли 6000 человек из стран-участниц Сообщества развития Юга Африки и вместе с армией ДРК они успешно выбили боевиков из провинции. После того, как они выбили боевиков из провинции, они продолжили свое движение для того, чтобы очистить территории ДРК полностью. Однако очень скоро деятельность бригады омрачили многочисленные скандалы. Например, солдаты из Танзании, которые воевали в ее рядах, были заподозрены в том, что они передавали продовольствие и боеприпасы боевикам, а также насиловали местных жительниц. Помимо этого, солдаты из ЮАР неоднократно обстреливали дружественные подразделения из-за нарушения военного протокола. Таким образом, многочисленные скандалы, характер конфликта, а также споры между правительством ДРК и главами миссий не изложили успех участия бригады в данной операции. Но это все история. Давайте теперь поговорим о более актуальных событиях. Например, приграничный конфликт между ДРК и Замби. Собственно, вот мы здесь можем видеть эти две страны, а также место их приграничного конфликта. В 2020 году военнослужащие Замби заняли ряд приграничных территорий ДРК. Это было сделано потому, что Замбия считает несколько маленьких деревень в районе озера Таньганика, которое вот здесь вот мы можем видеть, своими. И поэтому, собственно, туда были отправлены вооруженные силы Замбии. Нужно отметить, что данные события являются, по сути, эскалацией конфликта между двумя этими странами. Конфликт начался в 1996 году и до сегодняшнего дня происходили лишь пограничные стычки, но никогда Замбия не предпринимала попыток занять территорию своего противника. Демократическая республика Конго в очередной раз обратилась в сообщество развития Юга Африки и организация отправила своего посредника для мирных переговоров. Нужно сказать, что в этот раз обошлось без военной интервенции, поскольку переговоры сработали и войска из Замбии покинули территорию ДРК. Привет! Мы с вами знакомы уже несколько минут и я бы хотел попросить вас об одной вещи. Я еще когда не был видеоблогером, а теперь же я видеоблогер, я не понимал, зачем просят постоянно поставить лайк, написать комментарии. Я думал, это просто так, ну, для понта. А на самом деле оказалось, что это реально очень важная штука и благодаря вашей активности алгоритмы Ютуба двигают ролики дальше и много людей может увидеть наши материалы. Поэтому я попрошу вас написать какой-нибудь комментарий, негативный, там неважно абсолютно, и поставить лайк или даже дизлайк. Это все равно работает и алгоритмы продвигают наши материалы. Хочу сказать спасибо вам еще раз за то, что вы нас смотрите. Вот совсем скоро уже будет 35 тысяч человек на канале и вот недавно канал исполнился год. Все это благодаря вам и вашему интересу. И то, что вы интересуетесь тем, что делаем мы, это реально круто. Ну а так как я видеоблогер и могу делать в кадре, что хочу, я просто сделаю вот так и запись продолжится. Еще одним примером деятельности сообщества развития Юга Африки является помощь правительству Мозамбика в противодействии терроризму. На данный момент Мозамбик страдает от нападения исламского государства и Аш-Шабаб. Это группировки, которые запрещены в Российской Федерации, потому что признаны террористическими. Канал Дипломат, естественно, их деятельность осуждает. В августе 2020 года сообщество развития Юга Африки приняло резолюцию, в которой было выражено готовность стран-членов оказать посильную помощь Мозамбику в противодействии террористической деятельности. После того, как в 2021 году террористы захватили город Пальма в Мозамбике, то президент Мозамбика и сообщества развития Юга Африки провели переговоры, в которых пытались выяснить, что же делать дальше. Представители сообщества Юга Африки уверены в том, что происходящее в Мозамбике это непосредственная угроза для всего региона. По мнению саммита глав государств и правительств сообщества развития Юга Африки, происходящее в Мозамбике угрожает транспортным путям, которые ведут к морю, добыче газа, а также просто это опасно, потому что террористы могут распространиться по всему региону. Однако президент Мозамбика выступает против военной интервенции стран сообщества развития Юга Африки, чтобы помочь Мозамбику справиться с террористической угрозой. Он говорит, что дело здесь не в чувстве гордости, а в чувстве национального суверенитета. Однако представляется очевидным, что Филипп Ньюси просто не хочет, чтобы мировое сообщество вмешивалось во внутренние дела Мозамбика. Почему? В принципе, об этом мы рассказывали вот в этом вот ролике про Мозамбик. Ньюси достаточно коррумпированный политик, который боится, что если мировое сообщество заглянет в его страну, то увидит, что там не все идет так гладко, как хотелось бы. Подобная ситуация, кстати говоря, не единственная. Например, события на юге Таиланда, о которых мы снимали вот здесь вот ролик, являются событиями с похожим сценарием. Дело в том, что правительство Таиланда также не хочет интернационализации конфликта на юге страны, поскольку опасаются, что его могут обвинить в нарушениях прав человека. Несмотря на то, что Филиппен Юси выступал против военной интервенции, за военную интервенцию выступал Южноафриканская республика. Причина простая. У этих двух стран, Мозамбика и Южноафриканская республика, есть общая граница, через которую из Мозамбика очень часто перебегают боевики, а также большое количество беженцев. И с этими двумя проблемами ЮАР приходится бороться в одиночку. Нужно сказать, что в конце июня этого года высший орган сообщества развития Юга Африки утвердил мандат, по которому военная миссия будет в Мозамбик отправлена. Они прочитали рекомендации директората по вопросам обороны, политики и безопасности и сообщили, что это необходимо для того, чтобы поддерживать мир и стабильность в регионе. Однако Филиппен Юси продолжает противодействовать отправлению военной миссии и пока не совсем ясно, когда конкретно военная миссия будет отправлена в Мозамбик. Таким образом, несмотря на ряд проблем, сообщество развития Юга Африки является довольно сильной региональной организацией, что в принципе для Африки нетипично. Например, Африканский Союз не так уж известен своими эффективными миротворческими миссиями, но очень известен тем, что очень часто они являются довольно провальными. Сообщество не ведет себя пассивно по отношению к ситуации в сфере безопасности в регионе. Например, когда страна не хочет, чтобы военная миссия была введена на ее территорию, чтобы помочь в борьбе с террористами и экстремистами, организация все равно предпринимает необходимые для этого действия, как мы можем видеть по ситуации с Мозамбиком. Операции сообщества заканчивались или успешно, как в Лесото, или с переменным успехом, как, например, в ДРК. Нужно сказать, что успех или неудача военной миссии сообщества о развитии Юга Африки зависит не только от характера миссии и ее военно-технического оснащения, но также от характера самого конфликта, в который она вмешивается. Друзья, процесс создания видеоролика такого формата занял у нас гораздо больше времени, чем мы планировали, но мы уже знаем, как оптимизировать процесс и выпуски будут выходить гораздо чаще. Но для этого нам нужна ваша поддержка. Пожалуйста, поставьте оценку этому видеоролику, напишите комментарий, подпишитесь на канал и поделитесь со своими друзьями. Это позволит нам сделать так, чтобы выпуски были чаще, выпуски были качественнее, выпуски были гораздо длиннее и интереснее. Большое спасибо и до новых встреч!